Мочевыводящие пути подразделяются на две группы, внутрипочечные, чашечки и лоханки, и внепочечные, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, то есть уретр. Внепочечные мочевыводящие пути это слоистые органы, стенка которых построена по общему плану и состоит из трех оболочек, слизистой, мышечной и в основном адвентициальной. Только сверху из боков мочевого пузыря сирозная. Поперечный срез с мочеточником. Мочеточник представляет собой трубку со складчатой внутренней поверхностью. Складки продольные, образуются всеми слоями слизистой оболочки. Стенка мочеточника состоит из трех оболочек. Слизистой, мышечной и адвентициальной. В центре мочеточника неокрашенный просвет. Слизистая представлена тремя слоями. Эпителий. Собственная пластинка слизистой оболочки. Подслизистая основа. Эпителий многослойный переходный. Или уротелий. Обязательно посмотрите видео о данном эпителии, которое вы можете найти в плейлисте «Первое итоговое занятие». Эпителий покрывает внутреннюю поверхность мочеточника, то есть его складки, и выглядит как контрастная полоса. Контрастность достигается за счет бледно окрашенной рыхлой волокнистой соединительной ткани, на которой он лежит. Собственная пластинка слизистой оболочки и подслизистая основа представлены рыхлой волокнистой соединительной тканью. Между ними границы не выявляются. Поэтому на препарате видно только, что между эпителием и мышечной оболочкой лежит слой рыхлой волокнистой соединительной ткани. Потому что мышечной пластинки на всем протяжении мочеточников в слизистой оболочке нет. В собственной пластинке и подслизистой основе нет особенностей. Встречается небольшое количество кровеносных сосудов малого диаметра. А в нижней третье мочеточников подслизистой основе встречаются мелкие альвеолярно-трубчатые железы. Мышечная оболочка состоит из гладкой мышечной ткани. От чашечек до середины мочеточников в мышечной оболочке содержится два слоя гладких миоцитов. Ниже и в мочевом пузыре – три. Миоциты располагаются спиралевидно. В соседних слоях ориентация взаимоперпендикулярна. Поэтому на срезе внутреннего слоя миоциты имеют продольную ориентацию, а в наружном – циркулярную. Подробное описание гладкой мышечной ткани вы найдете в плейлисте «Второе итоговое занятие». Обязательно повторите. Наружная оболочка адвентициальная, а значит, состоит только из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Итак, коротко о препарате. В мочеточнике выявляем просвет, продольные складки, три оболочки – слизистая, мышечная, адвентициальная, слизистая оболочка – три слоя эпителий, многослойный переходный или уротелий, собственная пластинка слизистой оболочки, состоящая из рыхлой волокнистой соединительной ткани, подслизистая основа, также состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Мышечная пластинка отсутствует. Мышечная оболочка двухслойная, внутренний и наружный слои. Состоит из гладкой мышечной ткани. Наружная оболочка адвентициальная, из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Субтитры создавал DimaTorzok